Великая благодарность нашему Господу, что Господь позволил нам, поднял нас в это утро. Кого-то нет, кого-то да. И мы смогли сегодня и в этот день собраться сюда, в Дом Божий, в Доме молитвы для того, чтобы поклониться Ему, воздать благодарность, и также обратиться к Слову Его и помолиться, где-то перепроверить себя, где-то поставить себя на правильный путь. Для того, чтобы в завтрашний день, как у нас есть в воскресенье, будет воспоминание страданий нашего Господа с Христа. Для того, чтобы предстать и быть готовыми для того, чтобы принять то, что мы должны принять. Потому что, принимая чашу и вкушая хлеб, мы говорим о том, что Господь близко. То есть мы готовы встретить нашего Господа Иисуса Христа. И сегодняшняя тема очищения и освящения народа Божьего, как нас, братья и сестры, членов Церкви, детей Божьих, для того, чтобы встретить нашего Господа. Братья и сестры, как важно быть готовыми во всякое время. Потому что я думаю, что каждый из нас в жизни своей испытал, может, такие моменты, когда были что-то неожиданно. Например, кто-то неожиданно пришел к вам в дом, правильно? Постучали, а я вас не ждал. Ну, неожиданно. Или что-то, машина так пролетела быстро, ты смотришь, и тут вот неожиданно. Вот недавно я был, остановился на дороге. Мне пришлось звонить. И думаю, что же произошло? А машины уже рядом нету. Оно неожиданно. Братья и сестры, мгновенно что-то будет. Я как-то давно еще говорил, работал в большом магазине Walmart, и неожиданно включили противопожарные сигнализации. И настолько громко, ну, просто неожиданно было тоже это услышать. Я сразу подумал, ну, неужели все так произойдет мгновенно, тогда, когда Господь заберет детей своих отсюда, с земли. Я хочу прочитать, братья и сестры, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 1 стиха и ниже. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 1 стиха и ниже, по 8 си. Засим, братья, просим и умоляем вас, Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божьей есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свои сосуд святости и чести, а не в страсте похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. Итак, не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Святого. Ибо в воле Божьей есть освящение ваше. Ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. Братья и сестры, с того времени, как мы стали на путь истинный, на путь узкий, с того времени мы и стали на путь святости. Бог призвал нас на путь святости. Да, часто порой бывает, братья и сестры, где-то и уклоняемся, где-то и спотыкаемся. Как народ израильский, вы помните, да? И падение, и опять покаяние, и опять падение, и опять покаяние. Да не будет так, братья и сестры, но покуда мы в теле, покуда мы в теле, братья и сестры, оно бывает и так порой, что где-то и падаем, а нужно вставать, а нужно исправляться. Хорошо, когда мы вовремя, братья и сестры, видим и исправляемся, для того, чтобы чистым предстать пред нашим Господом. А для того, чтобы чистым предстать пред нашим Господом, нам нужно, братья и сестры, как птицы, очищаться. Очищаться от всего не нужно, чтобы долететь или дойти до той цели, куда мы все стремимся. Стремимся в небо. Братья и сестры, когда бывает порой нам хорошо, да, то не так можно сказать и стремиться народ Божий, да, порой бывает, что не так стремиться туда в небо. Не так может порой стараться где-то подтягиваться духовно. Немало случаев, я думаю, что из вас знает, когда Господь посещает брата или сестру в физических болезнях и в трудных обстоятельствах. Вот, зная недавно случай, с женой разговаривал, родственник с их стороны, Господь посетил его очень, ну, нелегкой болезнью. И он говорит, я уже взываю к Богу, Господи, очисти, прости меня, приготовь меня. Вроде бы был физически здоровый, братья и сестры, не так давно сильный, Ну, настолько все, и Господь, ну, так вот посетил его так все быстро, и жизнь угасает. И тогда, знаете, работа, все остальное остается на втором плане. И начинается задумывание о том, как же я предстану пред Богом, какая же у меня будет встреча, а где-то нужно что-то исправить, поправить. Как-то одна, как-то моя бабушка, которой уже нет, конечно, в живых, моей маме говорила так, мама моя говорила, Маша, Мария, ты думаешь так просто, ну, выйти на встречу с Богом, нужно быть готовым. Нужно прожить так жизнь, чтобы с радостью выйти на встречу с Господом, вести богобоязненную жизнь. И я скажу, братья и сестры, вспоминая, конечно, и маму, и бабушку, конечно, богобоязненная жизнь была. Не могу ничего сказать, братья и сестры. Почему? Потому что знали, в кого уверовали, и знали, кому стремятся. И я уверен, братья и сестры, что и вы также знаете, в кого уверовали, как и по моим поэм, да, зная, в кого уверовал, зная, в кого уверовали, и знайте, кому стремитесь. И я уверен, братья и сестры, у вас есть то желание для того, чтобы встретиться с нашим Господом. И желание наше должно, братья и сестры, быть, ну, настолько, настолько оно, оно должно быть, ну, еще вот крепче или горячее, нежели когда мы уверовали в то время, пять, десять лет, кто-то вот из молодых уже, вот из подростков, туда молодежь, кто-то год назад принял, заключил завет с Богом. Евангелие от Матфея мы читаем в пятой главе, в восемнадцатом стихе «Блаженные, чистые сердцем, ибо они, что узрят Господа». Откровение мы также читаем в двадцать второй главе, там есть такие слова «Святой да освящается еще». Не доосвятится и на этом остановился, а святой да освящается еще. То есть процесс должен происходить. Я думаю, братья и сестры, мы в доме своем каждый день убираем. То же самое, как и здесь, в доме молитвы, у нас есть тот, кто убирает. Если здесь не происходила бы уборка, братья и сестры, то особенно первые ряды, вот где детки наши сидят, то немножко было бы стыдно нам здесь пройтись. А так как здесь проходит уборка, нам приятно. Правильно, братья и сестры? Прийти и сесть чисто. Так же и нашему Господу, братья и сестры, приятно тогда, когда мы распахнем свое сердце, скажем, Господи, очисть его, убери все, что ненужное, и все, что мешает, все эти, ну, все то, что мешает, ну, идти за тобою. Все сорняки, все, все в сторону. Для того, чтобы ты поселился там полностью и мог совершать свою работу Духом своим святым. И тогда, когда Дух Святой, братья и сестры, через Слово Божие посещает нас и указывает нам через песнопение, через стихотворение, через Слово Божие, через хоровое пение, через чтение Слова Божие, через общение с Господом в молитве. И еще многое, братья и сестры, можно вспомнить тогда, когда Дух Святой посещает нас. Важно для того, чтобы мы открыли сердце и не ожесточились. Сказать, Господи, я готов. Я готов, чтобы ты совершил свою работу там и очистил, и омыл своей причистой кровью. Для того, чтобы она была готова во всякое время. А для того, чтобы она готова была, братья и сестры, во всякое время, Писание что нам говорит? Бодруствуйте. Бодруствуйте во всякое время, на всякий час. Потому что не знайте, в который час придет, да, Сын Человеческий. Бодруствуйте для того, чтобы вор не имел никаких, да, враг душ человеческий, или вор не имел никакого, ну, никаких малейших, можно сказать, ну, тех, можно сказать, моментов для того, чтобы войти или что-то, какое-то, может, плохое зернышко вложить в наше духовное сердце. Никаких, чтобы имел возможностей. А чтобы никаких не имел возможностей, враг душ человеческий, Господь оставил нам Слово Своё, для того, чтобы мы наполнялись им. И когда мы наполняемся источником воды живой, да, а его источник его, то есть, как мы читаем в Писании, колодец его что? Полом воды живой. И сколько уже не пили из этого колодца, братья и сестры, мы и те, кто остальные, этот колодец остается все так же полом воды, то есть духовного хлеба. Господь желает накормить нас духовным хлебом, но от нас так же, братья и сестры, с и отца тоже, чтобы мы так же желали этого, для того, чтобы питаться Словом Божьим. И когда мы будем питаться Словом Господним, мы будем наполняться им, чужому, то есть, все, что враг душ человеческий будет предлагать или стараться внести, не будет места, а будет место именно для доброго, для Слова Господнего. И Слово Господне, оно достигает, да, как мы читаем, до разделения души, и так до глубины. То есть всякое, все, ну, каждая, можно сказать, клетка в нашем теле, духовные клетки, оно туда входит и указывает, и показывает, и все, что нужно, оно нам говорит, что делать, и исправлять, и поправлять. Братья и сестры, и когда мы обращаемся к нашему, когда мы обращаемся к Слову Божьему, Господь нас укрепляет в вере, духовно, для того, чтобы мы могли идти за нашим Господом. Мы вчера слышали молитву, тут брат молился, да? Если не читаю, то духовно, что ослабеваю. Так, брат молился. Братья и сестры, я думаю, что каждый из вас согласен будет. Если мы не обращаемся к Слову Божьему, если мы не имеем общения с нашим Господом, то духовный человек нас ослабевает. И тогда начинаются потихоньку, потихоньку, братья и сестры, духовные проблемы. Вера ослабевает. Где-то уже не то желание идти за нашим Господом, где-то уже не то рвение идти за нашим Господом, где-то и дух уже угасает, да? Где-то уже нет того огня, чтобы идти за нашим Господом. Особенно последнее время, братья и сестры, за время пандемии, я думаю, что каждый из нас обратил внимание. Я не говорю за тех, кто физически болеет и так дома, походу, остаются. Но сколько тех, которые где-то затерялись за это время. А если бы обращались к Слову Божьему, вчера я начал читать Вестник Истины, и там есть вопросы к служителям задавали. Как во время коронавируса проводится служение, как вы, были готовы к этому или нет? Братья и сестры, не все были готовы к этому, потому что когда разделили уже на группы, там пишется, на маленькие группы, были некоторые не готовы даже сказать Слово Божие, а приходилось уже начинать. Были некоторые сестры не готовы говорить стихи. Где-то когда-то, да, вот собрание большое, в рядах лучше, да, там сзади встал, не видно меня вроде. А когда маленькая группка, а тут уже хочешь или не хочешь, нужно помолиться, нужно и сказать Слово Божие, нужны и стихи, пени и так далее. Братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы мы были готовы во всякое время. Завтрашний день у нас, братья и сестры, служение, и служение очень серьезное служение. Писание говорит, да испытывай же себя человек. Мы читаем первое послание к Коринфянам, 11 главе. Псалмопеевец говорит в 138 Псалме, «Испытай меня, Божий, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Братья и сестры, как важно сейчас, чтобы мы могли сосредоточиться в молитве, когда мы не обращаться к нашему Господу. Порой бывает, знаете, посещает вот так, но сидишь и думаешь, и смотришь, а вот как он, она. Но как хочется, братья и сестры, чтобы мы вот, как Псалмопеевец, и Писание говорит, «Испытай меня, узнай и зри, на каком я пути, остановитесь на путях ваших, пересмотрите, рассмотрите, чтобы потом не было никаких вопросов или еще что-то, для того, чтобы потом пристать пред нашим Господом, Господи, я готов. Теперь мы склонимся пред нашим Господом, братья и сестры, и будем молиться, будем молиться нашему Господу и обращаться к Нему, для того, чтобы Он помиловал нас и в этом году, чтобы хранил нас на путях наших, чтобы помог нам идти путем очищения, освящения, чтобы помог нам идти путем узким и чтобы у нас было то желание и рвение идти этим путем, чтобы нигде никто из нас и братьев и сестер не затерялся на этом пути. Господь продлил нам еще один год. Слава Ему за все, помолимся, будем милостью просить нашего Господа. Аминь.